друзья доброе утро вот вы мне спрашиваете про компании некоторые второго эшелона я вам отвечу инвестируя в них или не инвестируя вам отвечу вот есть у меня долгосрочная стратегия там компании только высоко ликвидный только высоко ликвидный первый эшелон газпромного так там есть конечно на грани первого и второго типа типа мэйла до типа русгидро но это гиганты все равно в своей своей сфере гиганты и на долгосрочном портфеле я только в них инвестирую то есть никакого второго эшелона там отдельная стратегия по ним что касается второго эшелона вы можете обратить внимание у меня в активном портфеле есть второй эшелон но там то там совсем другая стратегия чем долгосрочным понимаете и риск менеджментом свой есть и не имея достаточно большой суммы но относительно большой там хотя бы 700 тысяч миллиона в активный портфель нет смысла лезть потому что но возьмете у вас там 50000 вы возьмете какой-нибудь компании допустим там из второго эшелона один раз там на 5000 да она пойдет вниз но возьмете вы еще один раз на 5000 это уже будет 20 процентов одной компании и ваш портфель будет от нее так сильно зависит но нет это не по не пойдет поэтому я вот и трейдинговый портфель наверно не буду показывать потому что уже на активные глаза горят у всех а хочу 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 много денег хочу вот как антон делать но активно я оставлю потому что у многих же наверное есть там под миллион портфель поэтому им будет интересно посмотреть если нет то по долгосрочной стратегии расти в портфель до миллиона а потом уже можно и смотреть на активную стратегию потому что ну она не работает в полной мере там на 100 тысячах я вам объяснил почему нет денег идете работаете откладываете часть денег в долгосрочный портфель растите его а потом уже думаете о каких-то активных действиях тем более трейдинг это трейдинг это не заработок ты игрушки и поэтому наверное я пока не буду показывать потому что чтобы не сбивать вас с пути истинного составление грамотного грамотного строения капитала